народ привет я запарковался удачный в этот раз это место рядом с walking street вот она там вот где вы видите газель вот она газель подъезжает walking street то есть это pataya beach pataya beach road и мы с вами сейчас будем любоваться на море я взял треногу я поставлю вас на треногу то есть вы чтобы могли прямо посмотреть почувствовать этот вайб сейчас утро где-то 8 30 поэтому народу не особо много но вы видите пара сейлинг народу вообще-то уже немало сейчас я выберу место покрасивее и мы с вами пристроимся я даже не знаю может быть просто будем слушать звуки моря звуки волн даже не хочется нарушать вот это вот идиллию какими-то разговорами но посмотрим как она пойдет так видите pataya city sign его отсюда не полностью видно я я хочу найти место где его будет видно полностью я хотя хотя я вас и поставлю на треногу я буду иногда поворачивать чтобы мы любовались под разными ракурсами отсюда уже видно так ну вот я думаю где-то сейчас вот здесь я и остановлюсь так ну вот я вас расположил вроде бы даже выровнял по уровню сейчас посмотрим как я уже сказал это паттайя бич ну то есть центральный пляж он как бы называется просто паттайя бич без слова центральный но чтобы его отвечать от других можно так называть вы можете видеть паттайя сити сайл это море я думаю вы видите парашюты парасейлинг я помолчу некоторое время давайте просто полюбуемся пока я буду вот так вот так вот так вот так Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас мы смотрим на Северную Паттайю Ну и на сам краш Паттайя здесь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Возвращаясь к теме о сезону дождей Сейчас сезон дождей, сейчас август Как вы видите, никаких дождей нету Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этой части, то есть в самом конце пляжа, рядом с Блокинг Стрит, шезлонгов особо нет, то есть здесь большая площадь для прогулок, для отдыха, можете посмотреть Субтитры создавал DimaTorzok Даже не начали Но они все равно раздушатся Вот эти лодки многочисленные Какие-то из этих лодок, если вы обратитесь по вывесу, по объявлению, там, я не знаю, парасейлинг тот же самый Быстроходный катер до острова Калан Вот какие-то из них вас повезут Какие-то, может быть, рыбацкие Особо шикарных бывают места, где паркуют разные шикарные яхты Здесь я ничего такого не вижу Вот там, вот тут, джетски, то есть гидроциклы, водные мотоциклы Это небольшие катера, но они транспортные Это не шикарные яхты Ни одной яхты я не вижу То есть яхты припаркованы в другом месте Смотрите, у нас есть Рядом с Паттайя-Сити Сайн, ну, со знаком Паттайя-Сити, и, кстати, чуть левее вы можете видеть огромное темное здание. Это вот тот самый недостроенный кондоминиум, про который я вам рассказывал. То есть его начали строить, а потом аннулировали разрешение на строительство. Многие люди потеряли много денег. Если говорить о точке обзора, с которой видно вот этот вот полумесяц пляжа, то вообще-то ее вполне отсюда видно. Так, вот сейчас она примерно в центре кадра. То есть вот там, где радиовышка, вот смотрите здесь, там еще рядом крыша здания, и как раз где радиовышка, это и есть точка обзора. Там на самом деле несколько мест, то есть вот это одно из мест. Набережная вдоль Вокинг-Стреет. Я думаю, от нас ее закрывает вот это вот здание, там, где написано Биргаден, Паттайя-Биргаден. Да, закрывает. Но там, на набережной, она непригодна для купания. Там есть, конечно, несколько ресторанов с видом на море. Но, в принципе, она неинтересна именно как набережная. И за ней уже имеется пирс. С этого пирса отходят медленный, но очень дешевый паром на остров Калан. И вот эти вот спидботы, то есть катера. Пирс, я думаю, мы сейчас на него смотрим. Но там просто за лодками не очень понятно, где он именно. Хотя нет, пирс, он должен быть до вот этого черного здания, ну вот, до недостроенного. То есть он, может быть, тоже немного от нас скрыт. То есть он где-то вот там вот он, пирс. Да, получается так. Пирс мы тоже не особо видим. Давайте на широкоугольный вид переключимся. У меня дешевенькая тренога, поэтому ее не очень настраивать. Ее надо... По уму ее надо выбросить и купить что-то получше. Поэтому, извините, я вас маленько подергаю. Так, лучше не становится. Я надеюсь, у вас не началась морская болезнь. Вот как-то так. Я надеюсь, у вас помните. Продолжение следует... По поводу солнца очень-очень жарко, то есть надо хотя бы Панаму или что-то, но обязательно крем нужен, если вы собрались загорать. И на таком солнце... А сейчас ведь только утро. Днем, я думаю, будет вообще термояд. На таком солнце загорать, если вы не загорелый, то есть только приехали 10 минут, я думаю, максимум, и передышку до следующего раза. Лучше до другого дня, чтобы кожа начала потихоньку акклиматизироваться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну и я думаю, немного пройдусь, и мы с вами будем закругляться. Я думаю, вы сумели прочувствовать вайп утренней Паттайи, то есть вот этого прослабления. Это Паттайя Бич Роуд, самый ее конец. Как я уже сказал, вот куда сейчас смотрят камеры, там начинается Бокинг-стрит. И уже начинается Южная Паттайя в том направлении. А вот здесь и вот туда-туда далее это Центральная Паттайя. Много людей занимается парасейлингом. Я даже не знаю, где они берут клиентов. То есть вот если они с берега набирают, то никто здесь с берега вот прямо сейчас не отчаливает. И главное, сейчас утро. Ну, наверное, какие-нибудь организованные экскурсии. То есть прямо группы привозят. Вот, когда я вот летал, я здесь на берегу, не здесь, а это было в Северный, да, Авиас. Я жил в Паттайях, в Пульман-Джи отеле. И где-то там я сказал, вот хочу парасейлинг. Меня посадили вот примерно на такую лодку, на такой катер. Отвезли на платформу. Там корабль с платформой. Вот, и там довольно много народа. То есть прям быстро-быстро, один за одним. Один улетел, тебя поставили туда, где лететь. Прицепили к парашюту, прицепили к лодке. Ждешь там, и тебя дергают, летишь. По ощущениям потрясающе, то есть прям волшебно. Мне очень-очень понравилось. Но это короткое время. Не знаю, может быть оно пролетает так быстро, когда вот летаешь. Потому что нравится. Мне показалось, что прям несколько минут, ну минуту три, вот что-то такое. И по цене это было 2-3 тысячи бат. Но это опять это было 11 лет назад. Центр, может быть, и не изменились. Может быть, все так и есть. Неохота мне сильно долго гулять. Я пока сидел у телефона. Меня так припекло. У меня даже немного голова загружилась от солнца. Я потихонечку буду возвращаться. Небо ясное. Погода сегодня прекрасная. Погода прекрасная уже несколько дней. То есть я, когда вижу такую погоду, стараюсь что-то для вас снять. Потому что самое красивое время и для фотографий самое потрясающее время. Солнечные дни, то есть они как бы дождливые дни, они нечастые. То есть погода обычно хорошая. Но вот чтобы было именно солнечно, оно тоже не очень часто. То есть обычно такая, как дымка. То есть такая облачность. Облачность температуры все равно выше 30 градусов. Все равно жарко. Если решите загорать, то в такой облачность все равно можно загорать. И даже надо быть аккуратнее. Потому что, может быть, вам кажется, солнце не такое жгучее. А оно все равно вполне может вас спалить. Ну вот. То есть обычные дни такие. Небо такое сероватое. Бело-серое такое. Светло-серо-белое. Вот. И вот такие ясные дни с голубым-голубым небом. Не очень частые. Ну то есть за год их, конечно, наберется предостаточно. Я иду к парковке. Вон там, видите, мотоциклы, машины. Это здесь настоящая парковка. Я очень удивился, когда увидел. И даже место нашел в положенном месте. То есть прям хорошо получилось. И я смотрел на набережную. То есть в плане ремонтов. Я вам говорил, что ее ремонтируют нон-стоп. И не увидел я ни одного места. Видимо, все. Завершили они ремонты. Конечно, надолго ли. Но прямо сейчас по всей набережной можно идти. И не придется где-то обходить. Все там хорошо. Рядом Тарахтит это ремонтная работа уже в каких-то переулках. Соседнюю. Будем прощаться. До следующего видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok